Как Вы осмысливаете все то, что с Вами случилось после осуждения, после того, как Вы попали в эту зону? Ну, скажем так, моя позиция в отношении моих политических взглядов безусловно не изменилась. Более того, находясь здесь в заключении, она укрепилась, потому что то беззаконие и отсутствие прав наших граждан, и лишняя централизация власти в одних руках, огромная, вот это здесь вот на низовом уровне, здесь в зоне это повсеместно наблюдается. Вот, и поэтому я, скажем так, политические мои убеждения не изменились, а на город укрепились. Это первая часть. Что касается того, что я здесь нахожусь, какие проблемы, и я еще хотел бы здесь акцентировать внимание общественности, что наша исправительная система находится под контролем спецслужб. То есть здесь регулярно появляется представитель комитета национальной безопасности, их мы знаем лицо, приходят под видом работников Министерства юстиции, представляются, что они решают какие-то кадровые вопросы. На самом деле встречаются с начальниками отряда, с осужденными, и пытаются узнать какие-то сведения и получить обо мне. Как Вы относитесь к приговору, вот этот изуверский метод, который Вы избрали в отношении Вас и Галанджана? Ну, к приговору, конечно, я отношусь, не могу сказать, что резко негативно, потому что там просто бессмысленные обвинения, ни на чем не основаны, это юристы, в принципе, легко доказали. И сейчас мы будем позвать надзорные жалобы, но мы понимаем, что во всем этом политический подоплек, мы понимаем, что бессмысленно, но мы хотим всему миру показать, насколько наша судебная система прогнила и насколько она зависимая. В этом смысле, конечно, отношения однозначные, резко отрицательные, что фактически идет расправа над своими политическими оппонентами, весь мир цивилизованный, в этом смысле спокойно дискутируют на уровне партии, движений и так далее. У нас, к сожалению, этого пока нет, но я надеюсь, все-таки это будет. Условия содержания, нет ли дополнительного давления на Вас как политического заключения? Ну, условия содержания, я не могу сказать, что они хорошие, они у нас везде, во всех наших зонах плохие. Я не могу сказать, что на меня как на политического заключенного оказывается специальное давление, но то, что был ряд провокаций, они известны. Были ряд провокаций, и они были направлены на то, чтобы создать напряжение между другими осужденными и мной. Это было такое. И опять хожу, что это провокация, организована спецслужбами. Здесь, кстати говоря, все осужденные видели, была установлена большая спутниковая антенна на здание этого, на крыше. Вокруг тоже были видеокамеры, начали устанавливать, земли рыть. И вот, зная, что приезжают депутаты, все это мгновенно убрали. Мне просто спрашивали, может быть, вы в другую зону перейдете? Любая другая зона, она находится под контролем властей, и это может только усилиться, меньше не станет. И вот такого рода так называемые листовки представители администрации разбрасывали среди общежитий для осужденных, чтобы сформировать негативное их отношение ко мне. Это есть. Более того, спецпрокурор, который должен следить за законностью, он, наоборот, убеждает осужденных, чтобы они ко мне, скажем, относились не так хорошо. Они даже задавали вопрос, может быть, нам его убить, вы это предлагаете? Он говорит, нет, не надо. Но нельзя так совсем к нему хорошо относиться. Я думаю, что чем больше мы, правозащитные организации, освещать ситуацию с нашими зонами, условиями проживания, как здесь защищаются права, нарушаются права, тем больше власть будет, здесь будет больше порядка. Соответственно, надеюсь, это будет по всей стране, по всем местам распространяться. Вот только так, наверное. По большому счету, среди политиков нет сомнений о том, что вы по политическим мотивам находитесь здесь. Вот в какой степени даже должны свои действия или взаимоотношения с властью делать нынешняя оппозиция Казахстанской? Ну, видите как, конечно, если власть готова идти на конструктивное сотрудничество, то это конструктивное сотрудничество надо идти. Сейчас подписано распоряжение Назарбаева о том, что будет создана комиссия, которая будет вырабатывать различные... Некий совет. Да, некий совет. Я, честно говоря, отношусь к этому скептически. Я считаю, что это попытка создания очередной декорации. То есть у нас регулярные декорации, декоративный парламент, декоративное правительство, декоративная независимость, потому что все вершит у нас один человек. И когда говорят, что давайте будем сотрудничать, и в этих условиях идут репрессии активные, в частности провокации против Сергея Дуванова, и в том числе идут процессы давления на нас, и это повсеместно на всех идет оппозицию. В этих условиях, о каких может быть идти в формах доверия и тому подобное? Или я не верю? Если бы президент был искренним и отвечал бы за судьбы любого, в том числе и за вашу судьбу, встреча с ним до суда, диалог с ним до суда мог бы разгрузить проблему? Ну, дело в том, что диалог до суда у меня был, у меня даже число, помню, 23 января было, где, значит, он меня предупреждал, что если я не откажусь от своих убеждений, от членства, где мы были Казахстана, то против меня будут открыты уголовные дела, и что меня посадят, и отберут бизнес. До этого, в течение нескольких лет, меня донимал его зять, требуя отдать долю в бизнесе, ссылаясь на Назарбаева. И вот на этой последней встрече мы обсуждали многие вопросы, в частности, вопрос выборности Акимов, который очень болезненно был воспринят властью и было президентом сказано, что теперь выборы Акимов будут идти через областные маслехаты, через маслехаты, то есть непрямые назначения указов президента, но, к сожалению, он это то, что говорил, не выполнил. Более того, он сказал, что судьба твоя и Галмжиан Жакьяна под моим личным контролем будет. Ну, я вижу, что действительно под личным контролем. Субтитры создавал DimaTorzok